Дайте мне всего несколько минут вашего времени. Меня продолжают спрашивать. Как ты? Что нового? Что происходит? И даже как идут дела? Но никто не задает мне самый важный вопрос. Как может человек быть евреем и верить в то, что Ишуа Мессия? Давайте посмотрим. Я вырос в США. У моего отца был друг по имени Сидни Джейкобсен. Он был евреем, конечно же, но он также исповедовал дзен-буддизм. Его называли Джубу. Но знаете что? Никто никогда не говорил Сидни, ты не еврей. У меня также был друг здесь в Израиле. Он был милым евреем, но атеистом, который вообще не верил в Бога. Но никто никогда не говорил ему, ты не еврей. В последние несколько недель здесь в Израиле множество людей, в СМИ, профессоры, множество людей обсуждают вопрос, может ли человек быть и евреем, и верующим в Ишуа? Почему ты можешь быть атеистом или дзен-буддистом, и это не влияет на твое еврейство? Но я, похоже, не могу верить в Ишуа и продолжать оставаться евреем. Возможно, вы скажете, потому что он не мессия. Но я помню, что примерно 26 лет назад умер известный рэбе Менахим Мендалшнеерсон. После его смерти все его последователи сказали, что он воскреснет из мертвых. Но этого не произошло. Они говорили, что он мессия. Даже он сам заявлял перед смертью, что он мессия. Тем не менее, он до сих пор не воскрес из мертвых. Они говорили, что он является исполнением 53-й главы Исаии. Но, друзья, это та же глава, которую мы годами применяем к Ишуа. 53-я глава Исаии говорит о человеке, который придет к еврейскому народу, чтобы взять все их грехи на себя и даже стать жертвой вместо них. И воскреснет из мертвых. Мы когда-нибудь говорили хаббатникам, вы больше не евреи, потому что вы поверили в этого рэбе. Так почему же мы тогда говорим мессианским евреям? Вы больше не евреи, потому что вы поверили в Иешуа. Честно говоря, я могу ответить на этот вопрос. Это из-за всей истории отношений между христианами и евреями. Например, испанская инквизиция или крестоносцы. Много ужасного произошло с еврейским народом от рук людей, которые говорили, что они христиане. Но Иешуа никогда никого не учил делать это. Никогда. У меня к вам вопрос. Читали ли вы когда-нибудь Новый Завет? Почему я спрашиваю? Я спрашиваю потому, что я знаю, что когда человек впервые читает Новый Завет, не зная жестокой истории отношений между христианами и евреями, невозможно, чтобы он пришел к выводу о том, что люди, о которых он читает, не евреи, ни за что. Все события, описанные в этой книге, произошли здесь, в Израиле. Говорим ли мы о Шимоне Петре, Иоанне, Раби Шауле. Все они были евреями. Вы не можете прочитать Новый Завет и сделать вывод, что он говорит о чем-то христианском. Друзья, это нечто совершенно еврейское. Возможно, вы не верите в то, что Иешуа Мессия. Хорошо, что я могу сделать? Но не говорите мне, что я не еврей из-за того, что верю в Него. Если вы действительно хотите разобраться, я хочу бросить вам вызов. Прочитайте Новый Завет и сделайте свои собственные выводы.